Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и вот о чем мы расскажем ближайшие полчаса. В Сочи открылся новый беспересадочный маршрут. Ласточки связали станции Эмеретинский курорт и Роза Хутор. Центр социальной реабилитации в Хосте не будет, об этом стало известно на сходе граждан района. В Сочи увеличилось количество рейдов по неплательщикам налогов. 1 декабря истек срок их уплаты физическими лицами. Здание на проверку рабочих в полицию. В Сочи пресечено очередное незаконное строительство. Реальные проекты, а не воздушные замки. Край вовсю готовится к инвестиционному форуму в Сочи. Он пройдет уже в феврале. Времени осталось совсем мало. Губернатор Вениамин Кондратьев провел совещание по подготовке к форуму. Чем регион будет удивлять инвесторов в новом году и как изменился форум за 15 лет, расскажут наши краснодарские коллеги. 15 лет, тысячи подписанных соглашений и миллиарды, вложенные в экономику региона. Инвестиционный форум в Сочи уже давно окрестили главным экономическим событием года. Представители бизнес-элиты и политические деятели собираются, чтобы не только обсудить международные вопросы и проблемы, но ищут конкретные пути решения. За годы существования форум набирал обороты, количество гостей и портфель представленных проектов увеличивался, а интерес инвесторов к Краснодарскому краю становился все больше. К примеру, на первый саммит Дагомыс приехали 500 человек. Регион представил 70 проектов. В результате 8 подписанных инвестсоглашений на общую сумму 30 миллионов долларов. Спустя 10 лет количество участников увеличилось в 14 раз, соответственно и договоров, и сумма в портфеле края тоже. В 2014 форум проходил период непростых экономических и геополитических событий в стране и мире. Однако санкции не помешали бизнесменам из других стран подать заявку на участие. 15-й юбилейный форум по своей программе был не менее насыщенным и продуктивным, чем предыдущий. Однако власти края пошли по пути лучше меньше, но качественнее и сократили количество проектов в 4 раза. При этом сумма привлеченных инвестиций стала больше и составила 760 миллиардов рублей. Деловая программа Краснодарского края стала очень важной, интересной и полноценной составляющей общей федеральной программы форума. Если же говорить, кстати, об экспозиции Краснодарского края, то ее в этом году очень выгодно отличали, скажем так, новые технические и технологические решения. И в итоге ее притягательность для посетителей была намного выше и интереснее. Сочинский инвестсаммит поменял название и даты проведения. Теперь он не международный, а российский инвестиционный форум. И следующая встреча бизнес-элиты на берегу Черного моря пройдет ровно через два месяца, в феврале. Времени осталось мало, но необходимо приложить все усилия, чтобы нынешний саммит прошел так же продуктивно для края, как и прошлый, отметил губернатор на совещании по подготовке к форуму. Ставку власти региона делают на проекты, привязанные к транспортной инфраструктуре и техническим возможностям районов. Вениамин Кондратьев еще раз напоминает главу муниципалитетов. На форум надо привести реальные проекты, а не воздушные замки. Принцип остается прежним. Не важно количество проектов, а важно их качество. Это уже слоган, который должен стать для муниципальных образований края основным ключом к успеху. Именно вот так. Не количество, а качество проектов. А самое главное их реализация, я уже об этом сказал. Коллеги, ну и исходя из практики, тоже оторванные от жизни, проекты тоже не нужно готовить. Я говорю, что не нужны проекты, нужны проекты. Потому что проекты это то, что красиво на рисунке, красиво на бумаге, а реально никогда не реализуемо. Экономический форум это реальная возможность для муниципалитетов привлечь на свои территории инвесторов. Новые объекты это новые рабочие места и налоги в казну. Поэтому губернатор еще раз напоминает, все проекты должны быть детально проработаны и иметь свою дорожную карту. В этом году собственные средства муниципалитета будут тратить только на изготовление буклетов и рекламы, а презентация инвестиционного потенциала, постройка экспозиции для них бесплатна. А от районов требуется только проект, который действительно привлечет крупных инвесторов. Мы предлагаем нижний предел объема инвестиций по тому или иному проекту, который будет заключать главы муниципальных образований, не менее 20 миллионов рублей. Почему? Потому что в рамках последнего форума, который был в этом году, в 2016, более 30 соглашений были на сумму порядка от полутора, двух, трех, четырех миллионов рублей. На наш взгляд это не те инвестиционные проекты, которые могут внести существенный вклад в экономику того или иного муниципального образования. Времени осталось мало, так что муниципалитетам придется поторопиться. 2017 в России объявлен годом экологии. Стенд Краснодарского края будет оформлен соответственно, как зеленая экономика. Одним словом, регион комфортный для жизни, работы и отдыха. На форуме отдельно будут представлены экспозиции Краснодара, Сочи и Новороссийска. Все инвест-предложения должны быть представлены в единую информационную систему до 1 февраля. Елена Касабова, Мария Крошина, Денис Перец и Денис Москаленко. Комбайн 24. Краснодар. В Сочи открылся новый беспересадочный маршрут между станциями Эмеритинский курорт и Роза Хутор. Такое решение принято в связи с началом зимнего курортного сезона. С 15 декабря уехать из Эмеритинской долины в гору можно в 9.28 и 19.02. Обратно с Розы Хутор вернуться к морю пассажиры смогут в 10.58 и 20.04. Цель возобновления пригородных поездов на маршруте – связать две главные достопримечательности Сочи – Олимпийский парк и горнолыжные курорты. Беспересадочный поезд позволит сократить путь между ними. Подробную информацию о графике движения можно получить на сайте РЖД. Ну и это как нельзя кстати, ведь в горах Сочи открывают вечерние катания. Первым из горнолыжных курортов свои трассы для катания в темноте открывает горки-город. С 16 декабря будут доступны трассы различного уровня сложности, расположенные между отметками 960 и 1460 метров. Эти склоны оборудованы системой искусственного оснижения и освещены. Кроме того, в вечернее время будут работать инструкторы, прокаты горнолыжного оборудования и точки питания. Что касается других горнолыжных курортов Красной Поляны, то на Розе Хутор сезон катания открывается 16 декабря. В этот же день райдерам будут доступны и трассы для вечерних спусков. А на трассах Газпрома открытие трасс для вечернего катания планируется к 1 января. Сезон там стартует 24 декабря. Россиянина, который находился в розыске, задержали при попытке пересечь российско-абхазскую границу. 35-летний гражданин 4 года скрывался от правоохранительных органов. Нарушителя российского законодательства выявили на пограничном контроле на автомобильной составляющей многостороннего пункта пропуска Адлер. Мужчина находился в розыске за кражу. Преступник был задержан и передан сотрудникам органов внутренних дел. С начала года в подразделениях пограничного контроля Краснодарского края было выявлено свыше 200 граждан, которые находились в международном и федеральном розыске. В Сочи увеличилось количество рейдов по неплательщикам налогов. Дело в том, что 1 декабря истек срок их уплаты физическими лицами. И теперь в дома и квартиры должников направились судебные приставы, сотрудники налоговой службы и администрации, которые координируют всю эту работу. Вместе с ними в рейд отправилась и наша съемочная группа. Очередной рейд сегодня прошел на улице Тепличная в Раздольском сельском округе. В центре внимания в первую очередь те должники, которые не платят налоги годами и накопили солидные суммы. Хозяин вот этой квартиры, например, задолжал более 140 тысяч рублей. Но по месту прописки найти его практически невозможно. Приставы связываются с ним по телефону. Если вы добровольно, когда мы с вами договорились, пришли бы... Вы договариваете со мной, будто я преступник. Ну, я вам говорю, я с вами нормально позвонил вам две недели назад. Явитесь в службу судебных приставов. Я вас ознакомлю с материалами исполненного производства. Если должник в службу не явится, то приставы опишут имущество неплательщика с целью его продажи и последующего погашения долга за счет вырученных средств. Вообще, как показывает практика, застать должников дома непросто. Одни прячутся и не открывают дверь, другие не живут по месту регистрации, как, например, в этом доме. Он здесь никогда не проживал, его здесь ничего нет. Просто когда началась война в Афазе, чтобы хоть как-то это, их сюда прописали с матерью вместе. Поэтому любого можете спросить в селе. Все знают, что вот он проживал в этой бочке всю жизнь. К этому дому никакого отношения не имеет. Впрочем, и на таких должников есть методы воздействия. Мы ограничиваем выезды за пределы Российской Федерации. Выносим запрет регистрационных действий на имущество и транспортные средства. Арестовываем счета. Мы накладываем арест на имущество и составляем на октописи ареста для дальнейшей реализации на торгах. Количество рейдов после 1 декабря в Сочи увеличилось. Дело в том, что в этот день закончился срок уплаты налогов на транспорт, имущество и землю физическими лицами. Сейчас на имеющуюся задолженность будет начисляться пеня. В дальнейшем материалы будут передаваться на рассмотрение в мировой суд и на взыскание за счет имущества службы судебных приставов. Благодаря таким должникам, с учетом неоплаченных долгов прошлых лет, бюджет города, куда идут налоги от физических лиц, недополучил около 1 миллиарда рублей. В рамках межведомственного взаимодействия проводятся на регулярной основе рейдовые мероприятия, целью которых является повышение взыскаемости налогов, бюджет муниципальный как раз таки, что очень важно для того, чтобы реализовать различные социальные программы. На эти деньги город строит школы, детские сады или, например, ремонтирует дороги. Кстати, должников ловят и на них. Подобные рейды в Сочи проводят и сотрудники ГИБДД. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Центр социальной реабилитации в Хосте не будет. Об этом накануне стало известно на сходе граждан района. С хостинцами встретился первый заместитель главы города Мугдин Чермит. Первый заместитель главы города сразу же на сходе граждан отметил, такие встречи будут проводиться часто, поскольку они эффективны и позволяют тут же на месте решать проблемы. Так в Хосте планировали построить Центр социальной адаптации для людей, которые отказались от наркотиков и алкоголя. При этом власти подчеркнули, что данное решение будет приниматься с учетом мнения жителей. Они-то и забеспокоились относительно выбранного помещения бывшего детсада. Решение было принято в их пользу. Все внимательно выслушали, нашли альтернативное решение для размещения данного Центра реабилитации и в Хосте его не будет. Мы для этого и собрались, чтобы обсудить все эти вопросы, наметить какие-то рычаги, наметить какие-то ориентиры, чтобы их решать и двигать вместе с вами. На месте старого детского сада власти планируют построить новое. Проектирование начнется в 2018 году. В целом же проблем в Хосте, как и в любом другом районе, достаточно. Нет, например, прямого сообщения Хоста Сочи, нет остановки у храма. Люди открыто говорили о болевых точках своего микрорайона. Жители Голубой Горки, Туренко и Кавказа ходят на остановку Хостомост, по трассе. Туда ходят дети, опять-таки, для того, чтобы ехать или в Сочи, или в Паде. Автобусам запретили остановку на территории, где Голубая Горка. Автобусы там не останавливаются. Это надо обходить и взрослым, и детям. На подобных сходах всегда присутствуют начальники управления мэрии. Все вопросы они берут на карандаш. Надеемся, что на таких сходах жители услышат, поймут, вникнут в эти проблемы наши. Тогда жители будут знать. Да, руководство вникает в эти проблемы и пытается их решить. Хоста наша прекрасная. У нас не один парк сделан. И парк Победы, и парк влюбленных, и Мацеста у нас. Жители очень болеют всей душой за чистоту, за порядок, за благоустройство Хосинского района. И они с удовольствием приходят на эти сходы. Здесь же на сходе было объявлено, что 24 декабря в Сочи субботник. Как жители любят свой район, отметил Мугдин Чермит, будет ясно потому, сколько их выйдет, чтобы привести в порядок свой дом под названием Хоста. Гелена Овсецина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. В Сочи пресечено очередное незаконное строительство. На Волжское, 32, сегодня побывали руководители управления муниципального земельного контроля, полицейские и сотрудники миграционной службы. Строительство этого объекта было начато несколько лет назад без разрешительных документов, как трехэтажного домовладения. В прошлом году строительство заморозили. Через суд было признано право собственности. На сегодняшний день, вы видите, ведется строительство конструкции четвертого этажа. Со слов рабочих и прораба, планируют строительство 14-этажного жилого дома. Разрешительных документов на это строительство у застройщиков нет. Строительство ведется незаконно. Возведение четвертого этажа на улице Волжская, 32, сегодня было остановлено полицейскими и отделом миграции. Управление муниципального земельного контроля назначена проверка, после которой пакет документов передадут в суд. Что касается рабочих, которые вели здесь строительство, то вопросом законности их пребывания на территории России занимается полиция. В настоящий момент ведется проверка документов иностранных граждан, которые отшляют здесь работу на объекте. Их дальнейшая судьба будет определена позже. Что же касается застройщика, то по закону на юридическое лицо за незаконное привлечение иностранных рабочих выписывается штраф в размере 400 тысяч рублей за каждого работника, а их здесь порядка 55 человек. Если будет установлено, что в России они находятся нелегально, то их депортируют. Позиция же городской власти снести этот незаконный объект. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Сегодня отмечается Международный день чая. Во Всероссийском научно-исследовательском институте цветоводства и субтропических культур сегодня прошел круглый стол под названием «Развитие чаеводства на юге России». Расскажет Елена Всецына. В научно-исследовательском институте трудятся те сотрудники, при которых чаеводство в Сочи получило бурное развитие. В 50-е массово осваивали склоны Черноморского побережья. Потом выяснилось, что чай не ко всем почвам равнодушен. Ему нужны кислые почвы, глубокие почвы. Потом он требует интенсивного питания. Но вот эти сколько срок длительный, культура была как забыта. И остались жить только те плантации, которые были расположены в оптимальных условиях. Сейчас у чая второе рождение. Плантации восстанавливаются. В крае по инициативе сочинских властей принят закон о чаеводстве. Увеличились ставки субсидирования. Предприятия, которые реконструируют чайные плантации, будут получать субсидии по краевым программам в министерфозе Краснодарского края. Данный закон также определил понятие краснодарского чая, защиту товарного знака. А наука не стоит на месте. Раньше чай размножали семенами, теперь вегетативно. Разрабатываются новые сорта и осваиваются новые территории. Мы продвигаем чай в более северные регионы. У нас чай выращивается и производится в республике Адыгея. В нашем филиале, в Туапсинском районе мы выращиваем чай, тоже производим чай. Институт имеет свою чайную продукцию тоже. У нас есть четыре новых сорта чая, которые превышают существующие сорта по своим качествам. Мы продолжаем селекционную работу, мы продолжаем работу по изучению механизмов морозостойкости чайного растения. Под чай в крае отдано 1430 гектаров. В этом году в Сочи было выращено порядка 450 тонн чая. Это на 120 тонн больше, чем в прошлом году. 23 сельхозпредприятия занимаются чаеводством и гарантируют качественный чайный лист. В Сочи он возревает дольше, чем в южных странах, поэтому получается уникальный вкус и аромат. На старте нового года сочинцы выйдут на контрольный забег. Мероприятие состоится 31 декабря на набережной Олимпийского парка. Все желающие смогут пробежать дистанцию в 3,5 или 21 километр, а также сдать нормативы ГТО. Контрольный забег – открытая зачетная тренировка для всех желающих без ограничений по возрасту, полу и спортивной подготовке. Здесь нет ни первых мест, ни последних. Каждый победитель прежде всего над собой. Каждый финишировавший становится участником заключительной лотереи. По словам организаторов, участие в контрольном забеге примут порядка 200 человек. Зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия. В эту пятницу сочинцы могут побывать на гавайской вечеринке. Ее организатор – один из самых успешных фитнес-проектов этого года – фитнес-клуб «Мотив». Конкурсы, фотосессии и, конечно, подарки ждут всех гостей. А главное – это возможность познакомиться с тренерами международного класса, которые помогут стать красивыми и здоровыми в новом году. Все подробности у Татьяны Говорковой. Вот уже два года фитнес-клуб «Мотив» предоставляет своим клиентам только качественный спорт. На трех этажах размещены залы для йоги, единоборств и других видов тренировок, а также большой выбор силового и кардиооборудования – велотренажеры, эллиптические и беговые дорожки. Кроме того, в клубе используются и новые разработки. Одна из них – TRX – тренировка с использованием веса собственного тела. Такие функциональные тренировки направлены на приобретение спортивной формы и помогают решить проблемы со здоровьем. Заниматься на петлях поможет тренер международного класса. Предлагаемые фитнес-программы доступны как для новичков, так и профессионалов. Возможен и персональный тренинг к услугам клиентов 20 квалифицированных наставников. В фитнес-клубе «Мотив» можно не только тренировать тело, но и сделать массаж, посетить солярий и насладиться фрешами или протеиновыми коктейлями. В баре представлено разнообразное спортивное меню. А 16 декабря клиенты и гости клуба могут стать участниками полезного и веселого мероприятия. 16 декабря, в эту пятницу, мы ждем гостей и жителей города на новогоднюю вечеринку в гавайском стиле. Будет жарко, увлекательные конкурсы, подарки всем. Праздничное мероприятие пройдет в нашем новопространстве, в зоне кроссфита и единоборств, которая откроется в январе. В нашем клубе «Мотив» ждем всех. Самый дружелюбный и лояльный к своим гостям коллектив фитнес-клуба «Мотив» ждет своих клиентов ежедневно с 7 утра до 10 часов вечера по адресу улица Виноградная, 230А. Телефон для справок 8 800 700 ровно 87 33. Татьяна Говоркова, Демидь Даниловский, телекомпания «ФКТ». Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент ткани, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Партнер выпуска новостей – бизнес-центр «Гранд». В «Гранде» большой ассортимент товаров для дома и ремонта, а также мягкой и корпусной мебели для интерьеров разных стилей и направлений. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.